Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают родителей, а вернее матери вот этой девочки, тоже было предъявлено обвинение за ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей. Какое ненадлежащее, если она не слушается меня, что мне теперь делать? Вы дайте мне сказать, потом скажете. Значит, девочка эта уже давным-давно оказалась, что мы знаем эту семью Егоровых. Когда мы изучили заметку, мы поняли, что мы хорошо знакомы с этой семьей. Девочка уже давным-давно состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и у ней более 10 приводов. Вот у меня, пожалуйста, справочка тоже есть из милиции о том, что вот она подвергалась приводам. Значит, девочку задерживали в ночных клубах в ночное время для взрослых, задерживали на улице в нетрезвом состоянии, с наркотическими средствами, она курила марихуану. Да где она возьмет на марихуану денег? Это ведь денег надо! Друзья ей помогли, употребляла таблетки наркотического свойства, и, соответственно, она состоит в наркодиспансере. Мы неоднократно работали вот с этой мамашей, значит, они у нас вместе с дочерью стоят давным-давно уже на заметке, и, значит, предупреждали ее, чтобы она создала для дочери нормальные условия, навела порядок в доме, обеспечила ей нормальное воспитание, но она только кричать, разводить руками, и толку от нее никакого абсолютно нет. Она говорит, что дочь ее не слушается. Вот о чем я и говорю, что дочь ее не слушается, отбилась совсем от рук, и она с ней не может справиться. Ваша честь, ребенок гибнет еще немного, и вообще он старается. И вы считаете, что в детском доме 16-летней девочке в интернате без матери ей будет лучше? Там она не погибнет? Ваша честь, но здесь совершенно нет никакого надзора за ребенком. Я боюсь, что она вообще в колонию попадет. А характеризуйте, пожалуйста, мать, и есть ли у девочки отец? У девочки отец есть, я неоднократно говорила матери, чтобы она установила отцовство. Отцовство не установлено. Отец, естественно, есть. Чтобы она установила отцовство и взыскала с него алименты, чтобы хоть больше внимания уделять дочери, чтобы не были средства, на что воспитывать. Известен этот мужчина или нет? Мужчина? Ну, ей известен. Вам неизвестен. Нам она ничего не говорит. Да, вот сколько я с ней беседовала, она ничего не говорит, даже слушать о нем не хочет. Но ведь отец тоже должен принимать участие в воспитании ребенка. Она вот, я работаю, работаю, я ее не вижу целыми сутками. А где работает мать? Мать работает в трех организациях. В трех организациях, естественно, у нее времени нет для ребенка. Поэтому я и говорю, в защите алименты с мужа, и у вас появится время. Вы считаете, что девочке будет полезнее находиться в интернате? 16-летней девочке. Ну, по крайней мере, там надзор за ними. Понимаете, круглосуточный надзор. А здесь у нее взрослая компания, какая-то неприличная компания. Вот она с ними и курит, и пьет. И вот я вообще... Ну, а что такое интернат в детском доме? Это что, тюрьма, что ли? Я не пойму. Ну, почему? Интернат, это, по крайней мере, там воспитатели, которые за это зарплату получают, и которые наблюдают за этими детьми-то. Ну, не будет же она так круглосуточно-то бегать где-то по клубам и по дворочкам. По вашим сведениям, мать злоупотребляет алкоголем? Я думаю, что злоупотребляет. Я вот один раз... Я спрашиваю про мать. Я спрашиваю про мать. Про ответчика. Да-да-да. Я один раз была, ее дома, правда, я не застала. В доме были какие-то мужики, и молодые всякие, и разные, спиртной было. Дома была Алла. Я спросила, где мама? Она говорит, а мама за бутылкой пошла. За какой бутылкой, если я работаю? Ну, вот слова вашей дочери. Я сама наблюдала эту картину. Она сказала, что в магазин за бутылкой. Я вас понял. Достаточно, Елена Игнатьевна. Я еще перебью, минуточку. Я ее привела, девочку, сюда, и потом, если можно, вот допросите саму девочку. Естественно, мы учтем ее мнение. Да-да-да, девочку. Передайте мне все документы в качестве доказательств. Так, Светлана Викторовна, слушаю вас. Ваша честь, я абсолютно не согласна с этим иском. Это вообще ужасно. Я не понимаю, как родного ребенка сдать в какой-то интернат. Это какой надо быть черствой матерью, чтобы разрешить по органам опеки отобрать ребенка. Спасать девочку надо. Ваша честь, я работаю на трех работах. Тружусь с утра до вечера, как каторжная. Да, Алла, у меня это время одна находится. Но дело в том, что... Но ведь помимо того, чтобы работать, надо же заниматься воспитанием дочери. Понимаете, это не только обязанность обеспечивать материально. Вы должны еще и морально влиять. Я стараюсь. Я и запрещала гулять ей. Даже под замок... Как много времени вы посвящаете, уделяете, извините, своему ребенку? Ну, не так много, как хотелось бы. Да я вас дома застать не могу. Да потому что я работаю. Я специально не могу заранее позвонить, чтобы как-то с вами договориться встретиться. Я не могу вас застать. Я работаю, потому что... Ну, правильно, а ребенок один. У меня сейчас самый возраст подростковый. Не нужно спорить, пожалуйста. Сейчас стойте и молчите. Понятно? Значит, Светлана Викторовна, сколько часов примерно в неделю вы уделяете общению с дочерью? Сколько часов в неделю вы работаете? И вообще, как вы видите перспективу дальнейшего развития отношений с дочерью, учитывая то, что вот здесь мы услышали, что она злоупотребляет уже алкоголем, в нехороших компаниях, даже, возможно, наркотики, участие в этой непонятной церемонии порнографической? Я работаю вообще 15 часов в сутки. Я вообще мало дома нахожусь, только, считай, ночевать домой прихожу. Конечно, органам опеки, они не понимают, как это вот сидеть и бояться, что с дочерью что-то может случиться. Если она домой не пришла вовремя, это обзванивать ее друзей, обзванивать больницы. Морги даже приходится обзванивать. Я переживаю, я не знаю, как боюсь. А вы-то сами что делали для того, чтобы дочь вовремя домой приходила? Я запрещала ей гулять, я ее дома запирала. Ну, вы понимаете, она в окно сигает, мы на первом этаже живем. Или вообще она уйдет с утра в школу и приходит уже под утро следующего дня. А я сижу и трясусь. Боюсь, как бы ее кто-нибудь не шип на машине. Сейчас ведь сами знаете, сумасшедших много. Как бы что-нибудь с ней не случилось. Другими словами, вы признаете, вы признаете, что с девочкой фактически не справляетесь? Да, я не справляюсь. Но к психологу или к психиатру или к другим врачам идти отказываетесь? Я боюсь, вдруг ее, вдруг вот органы опеки, там, я не знаю, может быть, повлияют на врача, ее признают психически ненормальной. Ну что вы глупости-то говорите, а? Я же не могу ее в психушку отправить. А если ее положат в психушку? Вы только в целях, в интересах вашего ребенка, чтобы спасти ее. А вы тут какие-то глупости говорите. А детский дом для вас это хорошо, да? Вы понимаете, ей через полтора месяца 17 лет будет. Светлана Викторовна, со мной говорите. Вам известно, что ваша дочь якобы злоупотребляет наркотиками? Мне говорили. Кто? И органы опеки, и в милиции говорили. Ну я в это не верю, не могла моя дочка так. Вы видели следы уколов на теле дочери? Нет, следов уколов у нее нет. Ну что ж, ваша позиция понятна. Вы к иску как относитесь? Вы считаете, что девочку можно поместить, и целесообразно лучше для нее будет, если она будет жить в интернате? Нет, я думаю, интернат ее только испортит. Ваша честь, у меня вот здесь есть все справки о том, что я работаю на трех работах. Я думаю, она вообще это затеяла из-за квартиры. Она это кто? Дочь моя. А что затеяла-то? Ваша честь, со мной пришла свидетельница, это подружка Алина, дочки моей. Я думаю, она пояснит, и вам будет все понятно. Понятно. Но давайте мне эти документы. Пристав, я прошу пригласить тогда Аллу в судебное заседание, чтобы поинтересоваться ее мнением. Егор Валу. Гражданка Егорова, пройдите. Здравствуйте. Как вас зовут? Егор Валу Федоровна. Вы знакомы с людьми, которые в зале сейчас находятся? Да, конечно, это мама моя. Понятно. А вот здесь? К ней обратилась, вернее, не к нам, но из органов опеки. Понятно. Ну, в общем, я с ней заодно. А вы в курсе, что результатом вашего поведения является заявление органов опеки о лишении родительских прав вашей матери? А я сама не против этого, потому что мать моя неадократно ведет себя. Мне не нравится с ней жить. Зачем мне с ней жить, когда она все время приводит домой каких-то мужиков, которых я вообще не знаю, и за ее спиной они лезут ко мне. Аллочка, ну что ты врешь, что ты несешь? Я не врую, мам. Мам, сколько можно это терпеть, мам? Да что вы видели, когда я на работе была? Подробнее, так, я попрошу вас помолчать сейчас. Подробнее расскажите, а какие у вас претензии к матери? Просто мать моя, даже когда она появляется дома, она приводит всяких мужиков домой, которые за ее спиной лезут ко мне. Мне это, соответственно, не нравится. И почему-то вот моя мать... А что значит лезут к вам? Престают всячески. Ну что ты врешь? Не вру я. Вы хотите, чтобы ее и засиловали, да, еще? Да кто ее будет насиловать, если ко мне никто не ходит? Скажите, а вот в этом порнографическом конкурсе, который получил известность на весь город, вы сами приняли участие добровольно? Да. Без влияния матери? Мать вас туда не направляла? Я не считаю это порнографическим, потому что на мне была малька, и я, в принципе, не была голая. Я поэтому не считаю это порнографическим. Наркотики? Наркотиков я не употребляю, соответственно. Спиртное? Было дело. А приводы за что в милицию? Ну, за спиртное. За спиртное, и не за наркотики? Нет, я наркотиков вообще не употребляю. Конфликты с матерью у вас часто бывают? Часто. На какой почве? Вот на этой же. Потому что мне не нравится, как она себя ведет. И почему она вообще на моей квартире, она творит все, что хочет. Что значит в вашей квартире? Квартира моя, потому что мне ее бабушка завещала. У меня вот завещание есть от бабушки. И все документы, то, что квартира реально принадлежит мне. Передайте, пожалуйста, мне эти документы. Так, а кто в этой квартире зарегистрирован? Я и мама. Вы понимаете, что вот вам сейчас всего 16 лет. До 18-ти летия еще больше двух лет. У вас. Всего года полтора месяца. Сколько? Года полтора месяца. Ну, хорошо. Больше года, извините, я перепутал. Больше года. И направят вас в интернат. Будете там в многокоечной комнате находиться. Не будет ни своего, ни шкафа. Ничего не будет своего. Все будет общественное. А ведь документы на меня почему меня в интернат отправлять, если я полное право имею проживать в своей квартире? Почему меня в интернат? Так вы хотите маму выселить, что ли? Мне же вот-вот в 17 исполнится. Я сама могу себя обеспечить. Я могу пойти работать. Аллочка, ну выкинешь ты меня. А сама ты как жить будешь? Работать буду, мама. Не то, что с собой. А у матери жилье есть какое-нибудь? А она пусть сидит к своим мужикам. Что, они ее не обеспечивают? Каким мужикам? К твоим, которые ко мне пристают. Да, конечно. Ты бы хоть в суде приспределилась бы врать. Я не вру, мама. Никогда не врала. Ваша позиция мне ясна. То есть вы в интернат не хотите. Не хочу я в интернат. Ваша цель... У меня квартира своя. Ваша цель освободить квартиру. Да. Да? Но не удастся вам в своей квартире жить, если мать лишат родительских прав. Вас направят в интернат. Но квартира вот моя. Кому она тогда пойдет? Если она моя. Ну, до твоего до 17-летия. Квартира будет ждать. Ждать тебя до 18-летия. Ждать 18-летия вашего. Будете этот год и месяц жить в интернате. Лучше вообще без матери, чем жить с такой матерью, как она. Почему? Даже если в детском доме все равно. Потому что мне ее вот эти вот повадки, ее поведение вообще все мне надоело до такой степени, что мне лучше уж в детском доме, чем с ней. Да ваша мать 15 часов в сутки работает. Я что ли не романа? Послушайте, для того, чтобы вас прокормить. Я хочу, чтобы она мне побольше времени хотела. Чтобы она мне уделяла хотя бы капельку своего времени. Я ее практически не вижу. Даже если ее вижу, то она со своими мужиками. Ваша часть, да какие мужики? Я уже 10 лет мужика не видела рядом с собой. Да какие мужики? Ты понимаешь, что мне даже на себя некогда уделить времени? Да кто на меня сейчас мужики берутся? Ты посмотри на меня. Я даже за собой уже не слежу в последнее время. Откуда они так берутся? Я их не привожу. Вы уже ни за кем, ни за собой, ни за дочерью не следите. У меня фантазии просто какие-то личные. У меня тут никаких фантазий. Зачем мне их выдумывать? Вы попросили допросить вашего свидетеля, да? Да, это подружка Алина. Свидетель ответчика, пройдите. Слушаю вас. Здравствуйте, я Черкова Маргарита Владимировна. Ваша честь, я давно знакома с Аллой. Мы с ней дружили с самого детства. Это ее мама. Прекрасная женщина, добрая. Она работает, старается ради тебя, Алла. Ради тебя, как ты не понимаешь? Да как она старается? Если бы она старалась, то она так со мной не поступала бы. Ваша честь, я хочу объяснить, в чем тут дело. Объясните. И что, ты завидуешь, что у меня есть парень, а у тебя его нет? Алла, не в этом дело. В этом? Потому что ты завидуешь. И он ей типа подкинул идейку о том, что можно маму лишить о детских прав, и тогда, в принципе, квартира будет ее. Квартира переписана на нее ее бабушкой. Когда она была маленькая, Алла, бабушка ей завещала эту квартиру. И она является сейчас, в данный момент, владельцем этой квартиры. А мама только прописана. А тебе это не досталось, вот и завидно. И этот Сергей твой, он хочет отнять у тебя квартиру. Ты не понимаешь, он тебя спой. Даже если бы заплатил бы, он ее не получил бы, потому что все документы на меня. Маргарита Владимировна, вы бываете в гостях у своей подруги, у Аллы? Раньше я была, да, мы общались очень хорошо. Она такая была милая девочка. Ну, раньше это как, месяц, два тому назад. Ну, буквально год назад. Но она связалась с этой компанией, из которой ее парень. И все, и она покатилась по наклонной. Ваша честь, еще вот в чем дело. Этот Сергей, ну, грубо говоря, по слухам, он сидел 4 года. Там то ли с 16 до 20, ну, 4 года. Просто по слухам. Не по слухам даже. Нигде он не сидел. Да, конечно, ты бы верила. Не сидел бы он нормальный, он бы тебя не настропалял на это. Он меня любит, не то, что моя мать. Да, конечно, любит. Он квартиру твою любит, а не тебя. Не любит он квартиру, он меня любит. Я информирую стороны о том, что прокуратура дала свое заключение, из которого следует, что ответчик не должен быть лишен религических прав. Ознакомиться сможете в материалах дела с заключением прокуратуры. Я ухожу на принятие решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. На самом деле, по заявлению, в том числе органов опеки, может быть, один из родителей лишен родительских прав. В том случае, если родитель является либо алкоголиком, либо злоупотребляет своими родительскими правами. И другие есть исчерпывающие перечни в законе случаев, когда можно лишать родительских прав родителей. В данном случае суд не находит оснований для того, чтобы принять такое решение ответственное, которое коренным образом влияет на судьбу и родителей, и детей. Суд считает, что Егорова Светлана Викторовна может исполнять обязанности матери и может повлиять на свою дочь, защитив ее от дурного влияния. С вашей помощью. И с помощью детской комнаты милиции. Или как она там сейчас называется? ИДН. Как? ИДН. Вот так, да. Поэтому я отказываю вам в удовлетворении ваших требований, а вам рекомендую, очень рекомендую, подумать о своей жизни и вести себя более сдержанно. Решение суда. В иске отказать. Решение суда.